В этом домике, в деревне Жуково Ивановского района, живет женщина, которой по всем документам нет в живых уже более 10 лет. По истории Любови Шалагиной можно снимать мыльную оперу. Замуж вышла рано, родила дочь, но семейная жизнь не сложилась. Муж у нее, как говорится, не буду так говорить, сначала бил, потом начал за ножи. Последний раз он ее порезал, и вот она ушла. А мы вместе работали, познакомились. Николай оказался совсем не таким, как муж. Отставной военный готов был защитить женщину от всех угроз. Любовь переехала к новому знакомому, оставив законному супругу и дочери квартиру своих родителей. Долгое время не общалась с родственниками, а в 2004 году, внезапно столкнувшись с прошлой жизнью, испытала шок. Встретила брата, вот здесь вот магазин, березка, на повороте-то у нас. А он у меня дальнобойщик. Я пошла за хлебом в магазин, и его случайно встретила. И он мне вот так сказал. Меня всю вот так вот заколотило. Выяснилось, что законный муж не простил обиды. После ухода женщины решил избавиться от нее навсегда. По крайней мере, документально. А заодно и заполучить ее квартиру, в которой не был прописан. Сгорает дом, находит труба женщины. Как он, смелительный, говорился. Как чего, бывший муж. Признал ее, то, что это она, то и все. Похоронил, поминки устрел. С тех пор для государства, родных и знакомых она мертва. Тогда-то и началось хождение по мукам. У МВД, ЗАГС, прокуратура. Никто не мог помочь в решении проблем заживо погребенной. Адвоката я вот заплатила, чтобы он мне паспорт сделал. А он пропал вместе с моими деньгами. В качестве последней попытки доказать, что все еще дышит, любовь обратилась к Андрею Кабанову, уполномоченному по правам человека. Для него этот сценарий не нов. Но доказывать, что жива, женщине придется в судебном порядке. Мы будем составлять исковое заявление и будем собирать доказательства. То есть сейчас нужно собирать доказательства. Мы изучили фотоархив нашей заявительницы, переговорили с свидетелями. Мы будем когда-то айствовать о вызове их в суд. И будем сейчас собирать и другие доказательства. Мы сделали запросы в органы ЗАГС, в МВД. И собрав все дело, будем судиться за то, чтобы восстановить нашу заявительницу в числе, простите меня, живых. Ивановский эмбудсмен предупредил женщину. Впереди сложные судебные тяжбы. Необходимо подтвердить ее личность перед законом. Но всю возможную помощь ей окажут. Главное не сдаваться. Умереть в России гораздо проще, чем доказать, что жив. Наталья Романова, РТВ Иванова.